Приветствую на канале дорогие друзья. Содомское самодовлетворение невинной девы. Вольное упражнение на тему эротики или месть родной сестре. Откуда здесь столько носорожьих рогов и почему сам Дали назвал эту работу самой целомудренной из всех. Вот при всем уважении от этого Дали никогда не знаешь чего ждать. В точности как от обезьяны с гранатой. Казалось бы, вернулся человек в конце сороковых из штатов, заработал отличные деньги, поселился в родном Портлегате, объявил себя во всеуслышание католиком до мозга костей, написал ряд прекрасных полотен на тему религии. Достаточно вспомнить Мадонну Портлегата, Христос Святого Иоанна Креста или гиперкубическое тело. И тут вдруг на тебе. Картина Содомское самоудовлетворение невинной девы была написана Дали в 1954. В том самом, когда художник выполнил превосходное гиперкубическое тело и готовился написать «Тайную вечерю». Так вот, Содомское самоудовлетворение невинной девы стало, пожалуй, самым провокационным и самым эротичным творением Дали периода ядерного мистицизма. Конечно, множество работ Дали написаны гораздо более откровенно. И в них та самая эротика, певцом которой однажды объявил себя Дали, откровенно уступает место почти порнографии. И все-таки, не следует забывать, в 50-е Дали был вышеозначенным католиком до мозга костей и создавал, надо отдать ему должное, прекрасное полотно на католическую тему, проникнутое светлым религиозным чувством и воинствующим целомудрием. В своем воспевании женских ягодиц Дали, безусловно, совершил новый прорыв, который по достоинству был оценен компанией Playboy, которая сразу же и приобрела это полотно. Кстати, общепринятое название «Содомское самоудовлетворение невинной девы» может переводиться и следующим образом. «Юная дева, предающаяся Содомскому самоудовлетворению при помощи рогов собственного целомудрия», что, впрочем, сути нисколько не меняет. Безусловно, первое, что бросается в глаза при созерцании данной вещи – это огромное количество носорожьих рогов. Они здесь повсюду. И в верхней части картины – задумчивой береницей, летящей вдаль, и в виде ягодиц юной девы, и в образе откровенно фаллической формы объектов, коварно и кровожадно подбирающихся к вышеозначенным ягодицам. Когда началась носорога мания Сальвадора Дали? Об этом мы неоднократно уже рассказывали, однако вкратце упомянем о том и здесь. В 1951 году к художнику в качестве гостя привыл один малоизвестный фламандский поэт по имени Эммануэль Лютен. Этот Лютен и подарил Дали рог носорога. Художник, крайне довольный подарком, тут же пришел к выводу, что рог носорога имеет совершенную геометрическую форму, создан в полном соответствии с принципами золотого сечения и, следовательно, является первоосновой для любого геометрического объекта во Вселенной. Чуть позже, в 1953, американские ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон опубликовали исследование с описанием двойного спиралевидного строения молекулы ДНК. Дали, мгновенно очарованный двойной спиралью, тут же пришел к выводу, что строение рога носорога полностью ей соответствует. Таким образом, мания Дали получила, по его мнению, совершенно научное подтверждение. Так начался период оносороживания в работах Дали. Приблизительно в то же время Дали посетила внезапное озарение, что кружевница, обожаемого им вермера, также состоит из рогов носорога. К великому удивлению служительниц Лувра, где художнику разрешили сделать копию, Дали создал не одну, а целых две копии. Первая была вполне классическим вариантом знаменитого и очень небольшого по размерам полотна вермера, а вторая, как раз тот самый параноико-критический вариант кружевницы вермера. Используя терминологию самого Дали, его можно назвать не иначе, как «оносороженные кружевницы вермера». Позже Дали комментировал, эти рога — единственные в царстве животных, сконструированные в точности, как и на этой картине, в соответствии с совершенной логарифмической кривой. Это логарифмическое совершенство направляло руку вермера, когда он писал кружевницу. Новооткрытая носорога мания Дали привела к очередному кинопроекту, получившему название «Удивительная история кружевницы и носорога». Для работы над картиной Дали нанял Робера де Шарна, молодого фотографа из Невера во Франции, с которым незадолго до того познакомился в Париже. Съемки фильма велись между 1954 и 1961 годами, причем часть их проходила на натуре. В зоопарке Венсан, где по задумке Дали надлежало заснять одного из носорогов с прикрепленной к его рогу репродукцией кружевницы. Содомское самодовлетворение невинной девы – самое, как мы уже сказали, эротичное проявление этого фетишизма. Кстати, бытует весьма распространенное мнение, что на этой картине Дали изобразил свою родную сестру Анну Марию, с которой он находился в весьма напряженных отношениях вплоть до своей смерти. Дескать, Дали, не в силах простить сестре все свои обиды, решил отомстить ей, написав «Содомское самодовлетворение невинной девы», как ремейк портрета сестры, написанного им в 1925-м. Речь о картине, известная как «Женская фигура у окна» или «Девушка у окна». Чтобы стал понятен контекст, в двух словах очертим сложную траекторию взаимоотношений художника с сестрой. Мать Сальвадора Дали умерла в 1921-м от рака молочной железы, после чего сестра стала самым близким молодому художнику-человеком, его единственной и бесплатной, что немаловажно, моделью, и не стоит сомневаться, его безусловной музой. В ту пору над отношениями брата и сестры еще не маячила мрачная тень хищноносой парижанки из Казани Гала, которая, появившись, быстро установит новый порядок и начнет все у всех отнимать. У сестры брата, у отца сына, у музы художника, однако все это будет потом. А пока Дали бесконечно писал сестру и радовался ее покладистости. Анна-Мария, ощущая свою причастность к творческому процессу, именно в качестве музы, готова была позировать брату часами, с тем же упорством, с каким трудолюбивый Сальвадор пытался достичь желаемого результата на холсте. Чем особенно, кстати, хороши картины молодого Дали этого периода, например, портрет сестры или та же женская фигура у окна, так это явным ощущением любви брата к сестре, которой буквально пронизаны все полотна. Анна-Мария в это время, как мы уже сказали, не просто сестра и модель, но и самый главный в жизни Сальвадора человек. Однако все изменилось в 1929-м. С появлением Гала между Сальвадором и его отцом, с Сальвадором-старшим возник конфликт. Совсем не такой видел папа избранницу сына. Далее, как мы знаем, воле отца не подчинился, после чего был изгнан из дому и даже лишен наследства, совсем как доблестный рыцарь Айвенга. Стоит ли говорить, что в конфликте этом Анна-Мария целиком взяла сторону отца, считая Гала поистине страшной женщиной, восставшей из ада, чтобы погубить ее любимого брата. За это предательство с легкостью поистине удивительней Дали отказался не только от отца, но и от сестры, невзирая на всю их прежнюю близость. В этом был отныне весь Дали, всякий человек, кто смел плохо отозваться о его второй половинке, Гала тут же заносился художником в черный список пожизненных врагов. Спустя годы, когда пыл страстей подугас, а финансовые дела Сальвадора наладились, с его стороны была сделана попытка примирения и с отцом, и с сестрой. После была вторая половина тридцатых вне Испании, и почти все сороковые прожитое Дали в Америке, а затем триумфальное возвращение в 1948. Из США Дали вернулся богатым и знаменитым, и с высоты своего нового статуса сделался несколько менее категоричным в отношениях с отцом и сестрой. И все бы хорошо, все бы чудесно, все бы тихо и славно, если бы не книга Анны Марии «Сальвадор Дали глазами сестры, увидевшая свет в 1949-м». Книга эта, по сути, явилась попыткой опровергнуть то талантливое нагромождение фантазий, сознательного искажения действительности и лжи, которая увидела свет семью годами ранее в Нью-Йорке и называлась «Тайная жизнь Сальвадора Дали», написанная им самим. Прошу помнить, эта книга Дали прекрасна как произведение литературного искусства, однако в качестве подлинной автобиографии совершенно никуда не годится. Нарисованная Сальвадором картина его уникального бытия, надо признать, довольно далекая от действительности, и сподвигла Анну Марию взяться за перо и выпустить в свет свой ответ Чимберлену. Через всю книгу Анны Марии, также написанную талантливой, это семейная, проходит красной нитью одна мысль. Брат ее был милым, талантливым и чистым ребенком, после добрым и отзывчивым юношей и, в конце концов, прекрасным молодым человеком, пока два исчадия ада не разрушили эту идиллию. Одно исчадие – сюрреализм, а другое – гораздо более страшное. Та женщина. Так называет Анна Мария избранницу и жену Сальвадора, Галу отказывая ей даже в имени. Надо отметить, отец художника написал несколько слов в качестве предисловия, заверяя, что все рассказанное его любимой дочерью – чистая правда. Сказать, что Сальвадор Дали был рассержен или оскорблен, значит просто промолчать. Дали, прочитав труд сестры, был не просто оскорблен, но разъярен в высшей степени. Хрупкий мир между Дали и семьей, который только-только начинал налаживаться, снова с оглушительным треском раскололся надвое, на этот раз навсегда. Отец Сальвадора вскоре умер, а сестра, при одном только имени Анны Марии, Дали впадал в величайшую ярость. В дальнейшем Сальвадор, когда кем-то все же упоминалось имя его сестры, называл ее не иначе, как старой лесбиянкой. И в конце концов, как принято считать, нашел весьма коварный и откровенно недостойный способ отомстить сестре, написав самую, пожалуй, порнографическую из своих работ «Содомское самодовлетворение невинной девы». Подобное предположение, тем не менее, представляется достаточно спорным. Судите сами, вот замечательная работа 1925-го, женская фигура у окна, когда Анна Мария еще была любимой сестрой Сальвадора и его единственной моделью, а не какой-то там старой лесбиянкой. А вот наша невинная дева. Да, похожие локоны, да, одинаковые позы со спины, однако ничего общего, кроме этого, при всем желании обнаружить в общем-то невозможно. Все-таки в картине «Содомское самодовлетворение» изображена девица с соблазнительными формами, а Анна Мария с молоду была низенькой и довольно упитанной. Таких называют плюшками. То есть на роль фотомодели Анна Мария однозначно не годилась, и вряд ли Сальвадор Дали при всей активной нелюбви к сестре стал бы наделять ее несуществующими на самом деле достоинствами. Скорее, наоборот. И вообще-то даже не это главное, аж поверьте. Если бы Сальвадор Дали действительно имел в виду Анну Марию, уже он-то постарался бы, чтобы об этом стало известно всему белому свету. Причем еще до того, как картина была написана. В своей бескомпромиссной борьбе с сестрой и отцом, однажды посмевшими не принять голу, Дали не знал одержу и готов был идти до победного конца. Однако Дали никогда и нигде не заявлял, что девица, подвергающая себя садомскому самодовлетворению, его сестра. Более того, до сих пор прекрасно сохранилась фотография из эротического журнала 30-х годов, на основании которой Дали создал образ юной девы. По соображениям целомудренным, этическим и цензурным, я не стану воспроизводить этот снимок здесь. Однако прошу поверить мне на слово. Этот снимок есть, он существует, и Дали скопировал с фотографии все, включая шов на колготках и обувь девушки-модели. С другой стороны, зная отношения художника к сестре, его на редкость мстительный характер и очень хорошую память, кто знает, возможно действительно таким образом Дали решил еще раз проехаться по родной сестре. Чертовски обидно все это, конечно. Часто мы охотно, с азартом и упоением причиняем наибольшую боль именно тем, кто нам по-настоящему близок. И прозрение нередко наступает лишь тогда, когда исправить ничего, увы, уже нельзя. И все-таки, почему Сальвадор Дали называл эту работу самой целомудренной из своих вещей? Все просто. Дали, этот искушенный демагог, заявлял, что рог носорога происходит от рога-единорога, а рог-единорога, в свою очередь, с древних времен известен как универсальный символ непорочности. Поэтому, заявлял Дали, его якобы самая эротичная работа на деле является самой целомудренной из всех. Спасибо за просмотр, дорогие друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы, как и всегда, приготовим для вас что-нибудь новенькое и интересное. А будучи в наших краях, рекомендуем наши экскурсии по Барселоне, Каталонии, Андорре и югу Франции. И, конечно же, по музеям Сальвадора Дали. Еще раз спасибо и до новых встреч!